Всем привет! На связи канал Shara Games и только сегодня и только для тебя я перевоплощаюсь в истинного тренера покемонов, вооружаюсь крутым гаджетом и отправляюсь на поиски милых, но опасных зверушек в игре Pokemon Go! В этом видео присутствуют две пасхалки от разработчиков Pokemon Go, о которых я бы хотел тебе рассказать, так что если хочешь знать как в самом начале игры получить Пикачу, а также как с первого раза эволюционировать Иви так, чтобы получился нужный именно тебе покемон, полностью посмотри это видео. Pokemon Go! Многопользовательская ролевая игра о покемонах, которая спустя неделю после своего выхода пригнала инстаграм по количеству регистраций новых пользователей в сутки. Почему эта игра стала такой популярной? Давайте вместе в этом разберемся. Суть этого приложения довольно проста. Вам нужно ходить по городу и ловить виртуальных покемонов. Чем больше вы их поймаете, тем быстрее будет расти ваш уровень тренера. С увеличением уровня будут появляться более мощные покемоны, а также откроются новые функции и предметы. С пятого уровня вы сможете сражаться с другими игроками на специальных аренах. При помощи ваших питомцев, разумеется. Стоит отметить, что карта в игре сделана на основе дополненной реальности. То есть вы ходите по реальному городу, а на вашем смартфоне показывается карта, которая полностью соответствует реальной карте. Чуть позже я вам расскажу про еще одну фишку с камерой, которая выглядит очень даже прикольно. Поскольку главные действующие персонажи игры – покемоны, то стоит рассказать о них немножечко поподробнее. Чтобы посмотреть всех покемонов, которых вы поймали, необходимо нажать на покебол внизу смартфона и перейти на вкладку «Покемон». Тут вы найдете список всех зверушек, которые у вас есть, а также сможете их отфильтровать по различным параметрам. Например, по количеству здоровья, имени, мощи и другим параметрам. Выберем любого покемона и посмотрим, что у него есть. Нажав на звездочку в правом верхнем углу, вы можете добавить его в список избранных. Ниже вы можете видеть самого покемончика, а над ним дугу, которая показывает, сколько осталось ему до достижения максимальной силы. Под этим всем располагается имя, которое, кстати, можно менять, а также количество жизней. Далее идут тип, вес и высота вашего питомца. Ниже имеются параметры для прокачки покемона. Это увеличение его мощи и эволюционирование. Напротив каждой функции указано количество необходимой звездной пыли и конфет для ее использования. Чтобы усилить покемончика, нажимаем на Power Up, а если хотим, чтобы он эволюционировал, жмем Evolve. Далее можно увидеть, сколько здоровья отнимает основная атака и специальная. Чем выше эти значения, тем мощнее покемон. Если покемончик, которого мы поймали, нам не нужен, то мы можем отдать его доктору для экспериментов. При этом доктор даст нам конфету покемона того типа, которого мы отдали. Стоит отметить, что покемоны чаще всего появляются в местах наибольшего скопления людей. А водные покемоны, например, находятся ближе к воде, лесные, в парках или лесочках. Также появление покемонов зависит от времени суток. То есть в разное время могут появляться разные покемончики. Теперь давайте разберемся с тем, что нам пригодится для самой игры. Во-первых, у нас должен быть смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше. Ну или iPhone с версии iOS от восьмой версии включительно. Во-вторых, смартфон постоянно должен быть подключен к интернету. За час игры расходуется от 10 до 20 мегабайт. В-третьих, в вашем гаджете должен быть GPS-навигатор для определения вашего местоположения. Есть еще необязательные, но желательные девайсы, которые могут очень сильно облегчить вашу игру. Один из таких это портативное зарядное устройство. С его помощью вы сможете потратить на игру в несколько раз больше времени, чем при использовании только стандартной батареи смартфона. Второй полезный гаджет, который может упростить жизнь любому тренеру покемонов, это Pokemon Go Plus. Это полезное устройство можно использовать как браслет. Оно будет сигнализировать, если вы окажетесь рядом с покемоном или покистопом. Это очень полезный и безопасный метод в ловле покемонов, при котором вам не надо идти, уткнувшись в ваш смартфон. В начале видео в качестве бонуса я вам обещал рассказать, как начать игру с Pikachu. Ну а свои обещания надо выполнять, поэтому на вас третий ваши уши. Как только вы появитесь в игре, то вам предложат выбрать одного из трех покемонов. Не делайте свой выбор, просто идите в любую сторону от них. Через несколько метров перед вами появится все та же троица, но вы все равно не должны выбирать. Так нужно будет сделать несколько раз. Пока на пятый или шестой раз, а может даже и больше, перед вами не появится вместе с этим трио Пикачу. В среднем вам придется пройти метров 200-300, но это того стоит, согласитесь. Итак, начинающий тренер, ты уже выбрал своего первого покемона и готов отправиться на поиски других. В этом тебе может помочь поиск покемонов. Жми на белый прямоугольник в нижнем правом углу, и перед тобой откроется карта покемонов, которая находится недалеко от тебя. Самый дальний находится в правом нижнем углу, самый ближний в левом верхнем. Помните, что покемончики располагаются в людных местах, поэтому при выборе маршрута поиска учитывайте это. Видеогайд о поиске покемонов можно найти вот по этой ссылке. Ну что, неопытный тренер, ты уже высветил своего первого питомца? Отлично! Теперь ты можешь его поймать. Как только на карте появится иконка с ним, жми на нее. Если включить камеру, то поимка покемона будет еще более захватывающей, но это делать не обязательно. Вокруг каждого покемона есть белый круг. Именно туда тебе нужно попасть покеболом, чтобы словить питомца. Кроме того, у каждого есть еще дополнительный круг, который сужается. Чем уже круг, тем больше вероятность, что покемон не выберется из покебола. Круги бывают зеленые, желтые, оранжевые и красные. Соответственно, покемончиков с зеленым кругом поймать очень легко, а с красным нереально трудно. Как только круг достаточно сузится, то можешь нажать на покебол и резким движением передвинуть его вверх. Зажимать покебол лучше указательным пальцем, поскольку так вы получаете больше контроля. От того, насколько метко вы швыряете свой покебол, зависит, сколько вам дадут бонусных очков опыта. Если вы увидели надпись Nice, значит вы хорошо бросили покебол и получите плюс 10 очков. Если появилась надпись Great, то бросок был очень хорошим и бонус составит 50 очков. Ну а когда выскакивает Excellent, бросок выполнен великолепно и вы получите целых 100 очков. Помимо обычных бросков, есть еще крученый. Чтобы выполнить его, просто раскрутите покебол и отпустите его в нужной точке. Выполнять такой трюк очень сложно и нужно достаточно тренироваться, чтобы научиться его использовать. Но если вы его выполните, то получите бонус в виде дополнительных 10 очков. Еще один нюанс по поводу поимки покемонов. Если перед вами очень сильный покемончик с красным кругом, то его лучше прикормить ягодкой. Так он станет к вам добрее, а ваш шанс на поимку увеличится. Чтобы поймать некоторых покемонов, вам придется потратить достаточно времени и много покеболов. Так как покемончики могут выбираться из покебола, даже если вы их прикормили и поймали. Ну вот, ты уже поймал первых покемонов, ходил по карте. Теперь пора узнать, как получить покеболы и другие полезные предметы. На карте есть специальные обозначения мест достопримечательностей твоего города. Так называемые покестопы. Когда этот покестоп окажется в зоне действия, то ты можешь нажать на него и покрутить фотографию вправо или влево. При этом тебе выходят различные ништячки, типа покеболов, яиц, прикормки и других всевозможных предметов. Если покестоп синего цвета, то ты можешь его крутить. Если фиолетового, то нет. Придется подождать до 5 минут, пока он снова не станет доступен. Кроме покестопов, на карте есть еще и джимы. Это своего рода тренировочные качалки, арены для покемонов. С пятого уровня персонажа ты сможешь выбрать себе команду и сражаться с другими тренерами на этих аренах. Также ты можешь добавлять своих покемонов на арены, которые контролируются участниками твоей команды. У каждой арены есть свой престиж. Когда он становится равен нулю, то игрок перестает контролировать арену и она становится свободной. Занять джим может абсолютно любой. Для этого он должен поместить туда своего покемона. Престиж увеличивается, если покемоны, которые обороняют арену, побеждают и уменьшаются при поражении. На каждый джим один игрок может поместить только одного покемончика. Если ты удержишь арену 21 час, то тебе дадут 10 монет. Можно контролировать неограниченное число джимов, однако больше 100 монет за все это время получить нельзя. Более подробную информацию о джимах можно получить в видео, ссылку на которое вы видите на своем экране. С основными игровыми функциями разобрались, теперь переходим к предметам. Чтобы посмотреть, какие предметы у тебя есть, нажми на покебол и выбери пункт «Итемс». Тут вы увидите все предметы, которые есть у вас в рюкзаке. Быстро пробежимся по ним. Предметы для ловли покемонов. Обычные покеболы, грейдболы имеют улучшенную точность и доступны с 12 уровня. Ультрабол. Более мощное средство по имке покемончиков, которое доступно с 20 уровня. Ну и мастербол гарантированно ловят любого покемона. Предметы для восстановления здоровья. Поушен. Восстанавливает 20 единиц здоровья. Суперпоушен. Восстанавливает 50 очков жизни. Доступен с 10 уровня. Хайперпоушен. Восстанавливает 200 единиц здоровья и открывается на 15 уровне. Ревайв. Предмет, который воскрешает покемончиков после их гибели на арене. Лакиэг. Особое яйцо, которое на 30 минут увеличивает получение опыта в 2 раза. Инсенс. В простонародье вонючка. Действует 30 минут и приманивает к вам покемонов. Лурмодуль. Особый предмет, который можно поместить в любой покестоп для привлечения к нему покемонов. Время действия 30 минут. Разбери. Ягода, которая улучшает отношение к вам покемона при его ловле. Шанс поймать его становится выше, а возможность побега уменьшается. Эг инкюбейтер. Инкубатор для высиживания яиц покемонов. Если вы не хотите бегать по городу и собирать те предметы, которые вам необходимы, то можете приобрести их в магазине. Для этого нужно нажать на Покебол и выбрать пункт Shop. Там вы можете найти все, что вам нужно. В игре используется своя внутренняя валюта. Приобрести ее можно за реальные деньги или удерживая арены. Покупать предметы по оптовым ценам выгоднее. А настало время рассказать о втором бонусе для тебя, а именно, как из покемона Иви получить одну из трех его эволюций. Как ты уже знаешь, в оригинальной версии аниме Эш знакомится с тремя братьями, у которых есть разные версии эволюции одного и того же покемона Иви. На самом деле, у тебя есть возможность эволюционировать Иви именно в того покемона, который тебе нужен. Для этого перед превращением измени имя нужного покемона. Если ты хочешь получить Вопориона, то пиши Рейнер. Хочешь желтуона, то твое имя Спарки. А если нужен Флорион, то твой выбор Пиро. Стоит сказать еще об одной функции, которая поможет принести вам дополнительных покемонов. Среди выпадающих предметов в покестопах попадаются яйца покемонов. Найти их можно в менюшке Покемон на вкладке X. Всего одновременно у вас может быть только 9 яиц. Для того, чтобы из яйца появился покемон, необходимо наличие инкубатора. Его можно приобрести в магазине или за взятие определенных уровней. В самом начале игры вам дается безлимитный инкубатор. Нажимаем на нужное нам яйцо, далее на Start Incubate. Под каждым яйцом написано, сколько надо пройти километров, чтобы из него вылупился покемон. Чем больше это расстояние, тем более редкий покемон может выпасть. Как только вы пройдете весь путь, на экране смартфона появится такое вот сообщение с анимацией вылупления нового подопечного. Ну все, дорогой друг, если ты досмотрел это видео до конца, то теперь ты можешь стать настоящим мастером покемонов и будешь крушить всех своих врагов. Пиши в комментариях, чего ты добился в игре, а также ставь лайки за мои старания. С вами был тренер Димон и канал Шара Геймс. До новых встреч. Пока.